друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня и меня зовут юля спасибо вам за то что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу сегодня у нас четверг утречка 9 такой поздний утречка я бы сказала сегодня у нас по плану строительство дороги для тех кто не знает покажу ну кто постоянно смотрит знает вот моя дорога вон мой дом родной ворота и вот здесь вот у меня вот такая вот дорога дорога в горку на камеру не видно но она достаточно крутая особенно в районе вот где стоп электрический такая крутая достаточно не светил где даже трава не растет и они ничего нет никогда не было то есть не щебенки ничего никогда не было обычно такая накатанная дорога все бы хорошо летом прекрасно зимой все замерзла отлично вот весна осень слякоть грязь жижа и даже летом если пару дней дожди все ее размывает по ней даже пешком ходить очень скользко мы по травке ходим и соответственно ну всю такую межсезонье я оставляю машину наверху то есть я поднимаюсь день там машину оставляли вот здесь вот и мы ходим пешком по этой горке недалеко но когда тебе нужно например везти там 10 коробок которые тебе нужно отвезти поставку да или например корм собачий ты привез мешок 15 килограмм тащить на себе малоприятное занятие малоприятное занять вот в связи с этим в общем у нас на сегодня намечено строительство дороги я нашла человека который нас занимается тут этими делами и вот стою собственную щебень жду сейчас должна приехать машина с щебнем а потом эскалатор а потом трактор в общем день удался по моему щебень мы приехали точно вот он по плану три таких машины щебня плюс 2 сточные каналы поперек со сливной трубой все мне любимый и и и и и и и и приехал экскаватор ну вот спрятался только собралась поснимать в общем не там метр от забора прокопали каналу вот так вот мы это вот на слив и туда сейчас будут прокладывать дренажную трубу трубу уже унесли хотел вам показательно мне на участке лежала не вчера привезли но я уж туда вынесли не будут не пойдут туда не пойду мешаться ребятам с камеры бегать значит выкопали канаву на дно канал засыпают щебень потом голод трубу потом сверху засыпают щебнем это для того чтобы то что с горы льется камен участок не затекал дунай тут не плавал ну и осушала соответственно мою гору этот слив он там трактор за забором работает в кустах и еще такую же канаву будут делать наверху дороги тоже прокопают и на слив пустят чтобы вот этот от канавы до канавы вот этот участок дороги был сухой все что сверху льется по весне все уходило по этим дренажным канавам в сток здесь идет уже у меня за забором большая канава туда вниз в речку они в нее все собственно говоря и выводят так прошло часа наверное два с половиной закончили они 3 закончили они с канавами и приехал 3 камаз щебня последний сейчас сверху еще дороги немножко уже рассыпали то что оставался от тех двух точнее так один камаз получился на канал и крупный камень но сейчас доделать мы с вами посмотрим сходим я туда хожу иногда учет не догадалась камеру с собой взять телефон на зарядке стоял один ушел камаз крупным щебным на канал и один они мне уже рассыпали по дороге вот сейчас третий камаз приехал третий камаз досыпают тунай бедный это обгавкался весь устал гавкать лег я вот прям снимаю шляпу перед мужчиной по моему зовут алексей который на чесибихи работы это прям виртуоз не так уж у нас здесь много места тут деревья тут кусты тут столб электрически прям впритык к дороге и он такой прям вот прям как у на такой громадине ты не через так подъехался подъехал тут он прокопал все что надо причем никуда не врезался в славу прям вообще конечно виртуозная вот перед таким мужчинами снимаю шляпу перед таким мастерами обалдеть ну что дунай что тебе тут ой смотри сколько тебе тут таскать не перетаскать ага насыпали на кусок собирают канала вот она вот она и туда вот направо пошла до слив большую каналу вот он сейчас мелочь засыпает тут еще нас и пишут я могла машину ставить ну и подровнять маленечко ура там внизу вот под мелкой щебенка лежит крупная сверху ведь мелкая труба осталась немножко вот так она выглядит труба там через нее что просачивается не знаю в общем это такая специально специальная труба внизу под этой щебенкой она лежит что не хватает мозг очков до вылез там залез тут все ты мне так все ворота вырвешь дурачила рыжая все не будешь теперь по весне плавать закончились твои заплывы о господи балбисина дунай учись обходить я не буду каждый раз приходите в этот вытаскивать он уже вон там кто разорван кирпич лежит ворот не волну сторону до балбиси все разгрыз все разломал да и рад что что я не от поле приедет вот она будет с тобой бегать а я нет а я нет я уже старая тетка по такой же реста бы скакать на всем плюс 27 а ты не ревной он покосить опять хотела для это может каждый не косить но очень жарко какая штука у него еще дорогу ровня обалдеть а тебе я камни не насыплю тебе будет больно по ним бегать да ну вот и все тебе слава богу с дорогой мы значит что по деньгам всего мне обошлось 78 500 этот участок дороги ходила для тех кто не смотрел предыдущие ролики ходила в администрацию узнавала у них денег не дорогу делать не будут и даже не смогли мне насыпать бесплатно этого отхода асфальтовому который наша дорогу там снимают центральную даже вот то что отходы с центральной дороги есть они уже все расписаны и всем не хватает чем короче ждать администрацию мне было ну это бессмысленно совершенно ходить просить а бог ними господи деньги это же под же просто деньги сегодня есть завтра есть и послезавтра есть самое главное ну работайте работы товарищи тогда все тогда все будет сам главное что теперь можно нормально подъехать и весной и осенью и зимой посмотрим как она будет себя как она сезон проведет я думаю что следующем году в любом случае придется еще подсыпать что уходить все равно все будет на же глина уходить все равно все будет теперь мне нужно сходить машины поставить на место трактор уехал машинами там наверху магазин стоит пойдемте сходим сидишь чирикаешь чирик чирик а тут он смотри на тебя сколько желающих все что он черенка это вообще на жарко и диабет лови нет какой скажи обед меня сухого корма там три кило ты опять вылез и домой тоже хочешь птичку половить домой говорю иди черенка на тебя дразнит бегать и птичка туда-сюда она где чирик и их все не достали а вон она на ветке вон наверху улетела так пойдем посмотрим что тут наверху что тут наверху ну вот канава тоже куда начинается от отсюда и вот пошла 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 и вот она туда вниз вниз такие кусты тут были она едет разница смотрите он на дороге сидит ведь а вон кошка ну дурочку улетай ну чирикает идет ну черенюк светлась за этой так он стоит моя никого нет пошли началось лето начинается серия видеороликов и сериала как жарко ну правда жарко эти майку что ли одеть какую-нибудь я майку оденешь и сгоришь она и кофта вроде ну на камеру на кашу на теплая она на самом деле такая не байковая нормально ну все поехали на место по ценам что пока машин погрею по ценам что камаз щебня у нас стоит 18 поскольку я заказывал три мне привезли по 17 труба сливная 7 500 там 50 метров рабочие двое с лопатами которые там выравнивали все трубой прокладывали все делали двое по 2 500 это питак остальное с кого-то экскаватор экскаватор берет за подачу две с половиной тысячи даже если он к тебе приехал там на 5 часов и камен приехал 5 часов работы а и либо на полчаса к тебе приедет все равно берет за подачу 2 с половиной тысячи ну и плюс часы ну и плюс часы оба теперь эти первый съезд пасы запечатлеть он чернилка опять идет что первый съезд запечатлеть пачки красота красота все на 5 тут все чирикать а вот кошка их 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 нет не поймал он интересно это крылатое маленькое чудо понимает что это нижние черные чудовище может поймать и съесть это что не понимает ну например его дразить куда кошка прибежит туда она прилетает и перед не там прыгает до проживешься красавица так но я хочу тут делала пока не это юлься в коробках юля вся в коробках собираем поставку субботу поедет озон он синие полосочки она уже собрана озон сложно в том плане что у него очень мало места я поставку собрала еще две недели назад записаться смогла только на одиннадцатое число то есть занято вообще все ну на 11 тогда на одиннадцатое и вазберс в адресом попроще сейчас лето пустого мест много повезу я зоны в адрес ну и пользу от нас забирать это будет только в субботу что тут насобирала полтинники бесцветные у коробки это черева 4042 на краковскую две коробки тазон там что только не там а прям битком набита под самую крышу потому что я зон сдаю через как не называть через распределительный центр поехать на сам склад возможности нет поскольку он у них в солнечногорске это очень далеко от меня и я через распределительный центр а там платно сдать две коробки будешь платить за две коробки сдашь одну коробку будет платить за одну коробку этому озон набит битком в одну большую коробку она стоит будет по моему в районе 800 рублей чтобы не с распределительного центра ее в солнечногорск отвезли вот одна большая такая коробка что еще поедет поедет еще оболочка коллагеновая для сосисок кончилась сухой дым большая коробка в общем ясно не собираю все вот это собираю и пакую полиамид еще поедет вот целый мешок стоит километр полиамида тут и полтинники и трехметровые и 5 метровые и 10 метров а ведь они роличками скручены но уже в чай все это вчера еще сделала все все запаковала отклеила комплектовала я собственно говоря всю неделю этим занималась потому что вот например километр полиамида вот 80 до чтобы его отмотать по нужному метражу смотать в рулончики отмотать к ним нужное количество шпагата хб-шного тоже по метражу тоже смотать сложить в пакетике запаять наклеить этикетки у меня уходит ну если вот там с утра сесть и до вечера то целый день в день я могу сделать километр комплектов если там 50 метровый то они конечно побыстрее а вот трехметровый они мелкие их много много времени на них уходит но трехметровый продаются много лучше чем 50 метров даже стоит дешевле ну вот в общем один рулон вот километр у меня уходит целый день чтобы это сделать даже дня наверное не хватает полтора дня вот чтобы прям все 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 мне быстро это конечно все дело ну вот неделю дома нахожусь полюнка у бабушки идем еще только завтра приедет неделю собираю в общем то я закончила мне осталось сейчас все дело зарегистрировать и завтра у меня будет выходной выходной чем заняться правильной уборкой ну да